Добрый вечер на нашем телеканале. Время новостей. Я Евгений Нефанов. И вот о чем речь. Боевая очередь. Мне сначала давать не хотели. Я настояла на своем и мне дали. Как оформить выплаты на детей? Масочный режим. Жителям не рекомендуют находиться в аптеках, магазинах и других общественных местах без средств защиты. А есть ли они в аптеках? Вонючее соседство. Сам запах, он такой специфический. И, наверное, это запах такой гниющих отходов. Когда рекультивируют свалку? И сколько будут ремонтировать Ленинградский мост? А также новости спорта и кое-что из соцсетей. Итак, новая вспышка коронавируса в Омской области. Сводка Минздрава. Сегодня выписано еще 15 пациентов. И из лечившихся теперь 85. Новых летальных случаев нет. Но и выявили сразу 47 новых случаев заражения. Таким образом, с момента начала пандемии в нашем регионе 436 ковид-положительных пациентов. География новых случаев такова. Омск – 38 заболевших. Калачинские и Москаленские районы – по два. Омский, Шербакульский, Роскополянский, Любинский, Саргатский – по одному новому пациенту. И сразу 37 человек поступили в госпиталь ветеранов войн. В этом учреждении больше нет профильных больных. Помещения сжатые, сроки переделали. Оборудовали перегородки в палатах. Как утверждают в Минздраве, госпиталь полностью готов к приему коронавирусных гостей. А медики обеспечены средствами индивидуальной защиты. Итак, туда поступили 37 пациентов. У всех клинических проявлений нет. Болезнь протекает бессимптомно или легко. Пациенты госпиталя находятся под круглосуточным наблюдением. И в случае обострения коронавирусной инфекции будут тут же переведены в один из стационарах, профилирующихся на COVID-19. Это, к примеру, ГБ-11. В городской больнице теперь развернут целый центр по лечению заболевших коронавирусом. И вот, как выглядит красная зона, где находятся зараженные. По нашей просьбе это снял один из сотрудников. Вот здесь вот у нас начинается уже опасная зона. Сюда мы заходим за железной дверью. Вот тут мы переодеваемся. Вот заведующая реанимация уже одевается для захода в палату. А палаты с пациентами у нас находятся вот там дальше. Здесь вот у нас черта, за которую заходить нельзя. Даже вот такое вот предраспоряжение, предостережение. Проход без средств индивидуальной защиты строго запрещен. Висит специальная баклампа для обеззараживания воздуха. И туда без костюмов уже не пройдешь. Как у нас здесь, здесь у нас костюмы, здесь у нас бахилы специальные. Порядок надевания обязательно, с которым мы всегда сравниваем, как нужно правильно одеваться. Ирина Анатольевна, передавайте привет. И в России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом. Излечившаяся от COVID-19 жительница Бурятии заразилась снова и госпитализирована во второй раз. Об этом рассказала главврач Республиканской инфекционной больницы. Согласно выводам южнокорейских ученых, повторные инфицированные коронавирусом не представляют угрозы для окружающих, потому что не заразны. По данным на 6 мая в Южной Корее зафиксировано 350 случаев, вновь заразившихся. В диагностическом центре появилась возможность тестировать на коронавирус медработников с высоким риском заражения. Лабораторию учреждения включили в федеральный перечень Роспотребнадзора, допущенных к проведению исследований на COVID-19 лабораторий. В Омске введен обязательный масочный режим. Это значит, что все горожане обязаны носить маски в местах, где много людей. В магазинах, аптеках, в транспорте и на предприятиях. Мера эффективна, когда маски носят все окружающие. Такая защита помогает снизить количество вирусных частиц. От их дозы зависит течение болезни. Чем в мирусов меньше, тем и переносить заражение легче. Но есть ли маски в аптеках? Ирина Сорокина решила выяснить, сколько таких изделий можно купить и по какой цене. Сначала мы отправились в зеленую сетевую аптеку. При входе висит объявление. Маски есть. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а у вас маски есть? Да, вот такие одноразовые 33 рубля, и многоразовые от 55. А они как продаются, комплектами или поштучные? Нет, поштучные, сколько нужно беречь. А максимальная цена многоразовой маски 95 рублей. В фиолетовой сети аптек проблем со средствами защиты нет. Но в наличии только одноразовые – медицинские. Маски есть, 39,90. Такая же, как у нас. Сколько можно приобрести этих масок? Сколько у нас? Шесть миллионов есть. 50-50. Штук 250 есть сейчас. Купить их можно поштучно и в любом количестве. Даже без предварительного заказа на сайте. С 1 мая в Омской области введен масочный режим. Жителям не рекомендуют находиться в аптеках, магазинах и других общественных местах без средств защиты. За это можно получить штраф. Ирина Сорокина и Сергей Пайхалов. Антенна-7. А как горожане соблюдают масочный режим, сейчас проверяют и полицейские, и чиновники. Вместе они проводят рейды. Особое внимание транспорту и не только общественному, но и такси. Надевать маски при поездке в машинах этих служб тоже нужно. Это такси куда-то спешит, но по воле полицейского тормозит. Внимание к водителю. На нем медицинская маска. Да и документы в порядке. А вот к пассажиру сейчас возникнут вопросы. И действительно, дверь открывается, и на заднем сидении мужчина без маски. Но нету маски, поспешно объясняет он. Для полицейского это повод составить протокол. В соответствии с распоряжением губернатора Омской области на территории нашего региона введен режим повышенной готовности, который предусматривает режим самоизоляции граждан, предусматривает обязательное ношение масок в торговых центрах, торговых объектах, продуктовых магазинах, местах массового пребывания граждан. За нарушение режима самоизоляции, нарушение правил санитарно-эпидемиологических в области ношения масок предусмотрена ответственность кодексом о административных правонарушениях Российской Федерации, статья 20.6, прим. 1. Эта статья подразумевает наказание для граждан от 1 до 30 тысяч рублей. Размер штрафа определит суд. Об этом инспектор сообщает Алексею. Полицейские работают как в масках, так и в перчатках. Ведь коронавирус передается как воздушно-капельным путем, так и через поверхности и предметы. Одноразовые маски нужно утилизировать через два часа после ношения, а руки обязательно обрабатывать антисептиком, мыть их с мылом. Пассажир свой вывод сделал. Теперь будете маску надевать? Конечно. Обязательно. Алексей торопился, но в итоге потерял время из-за собственной ошибки. Теперь его известят о решении суда через СМС-сообщение. А сам мужчина пообещал найти ближайшую аптеку и купить средства защиты. Евгений Нифанов, Антена 7 по материалам пресс-службы ОВД города. В эти минуты губернатор выходит на связь с президентом. По его словам, ситуация в Омске с коронавирусом напряженная, но находится под контролем. 13 человек, между тем, в тяжелом состоянии с коронавирусом. 58% зарезервированных инфекционных коек на сегодняшний день свободны. По словам губернатора, более 2800 омских медиков получили в полном объеме президентские выплаты за работу с ковидными больными в апреле. Президент Владимир Путин поручил федеральным ведомствам доукомплектовать аппаратами ЭВЛ зарезервированные в Омской области инфекционные койки. Пока в регионе план выполнен на 72%. А это на ваших экранах сводка по стране. Снова больше 10 тысяч заболевших. Омская область приняла уже 938 вахтовиков с Чииндинского месторождения. Об этом губернатор также докладывает президенту. Ну а мы смотрим, какие цифры в регионах. Больше сотни новых случаев в Челябинской, Ивановской, Свердловской, Тульской, Саратовской областях, Ямало-Ненинском округе, Нижегородской области и, конечно, в Санкт-Петербурге, Москве и области. У отделений пенсионного фонда в городах страны образовались очереди за пособием на детей от 3 до 16 лет. И дистанцию мало кто соблюдает. Об очередях сообщали в Саратове, Красноярске, Барнауле, Чите, Сочи, Смоленске, Тюмени, Брянске и других городах. Подать заявление на новое детское пособие можно через сайт госуслуги, но сложно. Сотни тысяч родителей пытаются оформить выплату, не откладывая, но технические возможности платформы справляются не всегда. Есть ли очереди у отделений в Омске? Никита Иванов проверил. Наша коллега Евгения Бирюзова попробовала оставить заявку на разовую выплату 10 тысяч рублей. По словам Евгении, уже несколько дней она отчаянно штурмует сайт госуслуг, но безрезультатно. Новый день, новая ошибка сайта. Ну вот кнопка «Отправить» снова не работает. Вчера невозможно было ввести адрес фактического проживания. Сегодня система не может найтись ни с ребёнком. Третий день подряд заявку мы отправить не можем. Особенность этого пособия в том, что оставить заявку онлайн можно только в личном кабинете на сайте госуслуг или в отделениях пенсионного фонда. Наша съёмочная группа отправилась к одному из территориальных отделений фонда, чтобы выяснить, много ли людей решили оставить заявку оффлайн. Поначалу очередь внутри была небольшой. Среди посетителей есть и те, кто пришёл оформить разовую выплату на ребёнка. Екатерина Васильевна безуспешно пыталась оставить заявку на госуслугах. У меня не проходит СНИЛС по онлайну через госуслуги. А что именно? Пишут, что якобы не надо, но я такой номер СНИЛСа. Пробовали один раз? Нет, несколько раз, несколько дней пробовали. Стало плохо загружалась программа, потом ошибку выдаёт СНИЛСа. В течение следующих 40 минут очередь увеличилась в несколько раз. Посетители выстроились на улице. Большинство из них пришли оформить разовую выплату. Остальные пришли оформить пенсию, получить талоны по другим пособиям. Мария, мама двоих детей, пришла в фонд, чтобы записаться на оформление заявления. Просто попросила талончик. Мне сначала давать не хотели. То есть я настояла на своём, и мне дали. Она сказала, что масочный режим. Масочный режим нельзя здесь появляться. По словам матерей, деньги сейчас нужны как никогда. Работы нет, денег нет, крутишься как можешь. То же самое, с работы уволили, потому что выплаты никто не хочет делать. Сидим без денег так же. Для нас это очень важно. Трое детей на съёмном жиле, как бы, с деньгами очень плохо. Объявления на входе в отделение пенсионного фонда призывают людей оформлять заявление онлайн. Но так как сайт госуслуг выдаёт ошибки, можно записаться на подачу заявления в бумажном виде. Обращаться стоит в отделение МФЦ и пенсионного фонда. Никита Иванов и Юрий Дорошенко, Антенна 7. Добавлю, что если у вас нет личного кабинета на сайте госуслуги.рф, то можно завести его на портале. Вам необходимо нажать вкладку «Зарегистрироваться», далее заполнить форму и подтвердить номер мобильного телефона или электронной почты. Для получения дальнейших уровней учётной записи от вас потребуется ввести в личном кабинете СНИЛС и ИНН. Чтобы полноценно пользоваться госуслугами через интернет, нужно подтвердить личность. Сделать это можно тремя способами. Личное обращение в Центр обслуживания МФЦ, Почты России или Офиса Ростелекома через интернет-банк Сбербанк или в фото на специальном сайте, специального кода, который получается посредством законного почтового письма. К другим темам. Омским мусоркам, помойкам по-народному или местам сбора отходов по-официальному сегодня устроили фотосессию. Так в городе начались весенние замеры твёрдых коммунальных отходов. Процедуру выполняет новая компания. Прошлые замерщики некачественно сделали работу осенью и зимой. Так как проводят замеры и повлияют ли они на тариф? Денис Ионос и Сергей Пайхалов оценили параметры контейнеров. Сегодня мусорные контейнеры выкатили на улицу подышать свежим воздухом. Эти дома оборудованы мусоропроводом, поэтому обычно контейнеры прячутся в помещениях рядом с подъездами. Первое, что делают рабочие, это проводят замеры каждого из контейнеров. Ширина залежания по 108 сантиметров. Высота, ширина, глубина и даже толщина стенок мусорного бака. Все параметры записывают в таблицу. Каждое движение рукой и рулеткой фиксирует камера. Это видеодоказательство того, что рабочие не добавили пару сантиметров к общему объёму бака. Причём процедуру проводят как с мусором, так и без него. А потом каждый контейнер взвешивают для точности с содержимым и без него. Масса контейнера катова 63. Всё это нужно, чтобы в дальнейшем рассчитать средний объём мусора, так называемый норматив. Если, например, для воды есть счётчики, которые с точностью могут показать, сколько жидкости потребили в конкретной квартире, то с мусором такой системы нет. Технология эмпирическая, объясняет представитель РЭК, то есть основанная на наблюдениях при эксперименте. Для того, чтобы нам рассчитать, а сколько же по нормативу в среднем, усреднённо образуются отходы, допустим, в многоквартирных домах, в другой группе домов, допустим, в индивидуальных домах. Соответственно, проводится такая работа. В течение 7 дней подряд ведутся соответствующие наблюдения за накоплением отходов на отдельной котельной площадке. Соответственно, высчитывается среднесуточный показатель по каждому сезону. Всё это в четырёх сезонах анализируется, и по итогам получается норматив потребления ТКО для расчёта платы для населения и для других потребителей. Проводить новые замеры начали 12 мая. Всего в городе 157 мест, где каждый день будут по такой же схеме измерять и взвешивать мусорные баки. Работает несколько групп. В день удаётся побывать на 30 адресах. Первый этап – это Омская область и часть центрального округа города Омска. Второй этап – это будет непосредственно каждое муниципальное образование города Омска. Каждый район Омска будет отдельно измерен. Это будет вторым этапом. Первый этап у нас проходит с 12-го числа. Он проходит 7 дней непрерывно. Второй этап мы планируем начать 21-го числа. Срок окончания замера – 28-го числа. И уже к середине июня эти данные получат в региональной энергетической комиссии. Там должны будут сопоставить цифры на бумаге с видеозаписями. Если разночтений не будет, замеры признают состоявшимися. И тогда уже можно будет начинать летние замеры, потом осенние и зимние. Таким образом, полную мусорную картину по городу можно будет увидеть лишь в 2021 году. Тогда можно будет говорить о пересчете действующего норматива. Сейчас это 24,5 килограмма мусора в месяц с одного человека. Денис Суонов, Сергей Пайхалов. Антенна 7. Задыхаются в своих квартирах жители многих домов в ясной поляне. Открыть в зной окна и форточки – приятного мало. Квартиры сразу наполняет вонь с кировской свалки. Этой проблеме уже много лет люди обращались минувшую осенью даже к президенту. Но и до сих пор вынуждены терпеть вонючее соседство и даже рисковать своим здоровьем. Новая серия историй в репортаже Ирины Сорокиной. Несмотря на режим самоизоляции, жители микрорайона сегодня вышли на улицу, потому что находиться в своих квартирах они не могут. Ольга написала в социальных сетях. Люди задыхаются от странного запаха. Я предполагать не могу, но сам запах, он такой специфический. И, наверное, это запах такой гниющих отходов. Окна я открыть не могу по причине того, что запах стоит в последние три дня. Я окна практически не открываю. А как в такую жару? А жара дома действительно. У многих нет ни кондиционеров, ни каких-то приспособлений, чтобы освежить воздух. Спасаемся только просто водой. Водой умылся, душ. Амичи считают, что источник запаха – Кировский полигон. Год назад жители записали видеообращение к президенту. Мы находимся, мы живем рядом с свалкой твердобытовых отходов, которая была закрыта в 2015 году по решению суда. Но, однако, на сегодняшний день она действует. Периодически, ну, где-то примерно 3-4 раза в неделю сжигается мусор. А запах вот этих пищевых отходов у нас он постоянно, к сожалению, не передается на эфир. В городе сейчас жарко, и, по словам жильцов, на самоизоляции приходится сидеть с закрытыми окнами. Пожилые возрасты, сидите дома, открыть форточки нельзя. Периодичность вот это жгут. Но сказать, что каждый день я не так воспитанно врать не буду. Бывает иногда 5-7 дней нету. Но вот здесь было три дня подряд. Вот эту ночь мы дышали. Светлана попробовала проветрить квартиру, но эта идея оказалась неудачной. Открыли окно, душ на доме. А запах такой. Я думала, что-то отравляет там. Сейчас это коронавирус отравляет. А когда я его закрыла, это воздух было в доме, в туалете и в кухне. Просто невыносимо было, честное слово. Сегодня по периметру свалки появился ров. Мы обратились за комментарием к региональному оператору, который сейчас отвечает за эту территорию. По словам директора, полигон приводит в порядок. На текущий момент в Кировском округе города Омска работает министерство радиоочный комплекс. В штатном режиме все сотрудники обучены, квалифицированы. Кроме того, работает техника по обслуживанию площадки временного. Все санитарные нормы по экологическому сквозь федерации соединены полностью. Заместитель министра природных ресурсов рассказывает, что Кировская свалка подлежит рекультивации. Такой процесс проходит в два этапа. Специалисты должны исследовать влияние мусора, установить защиту и оборудование. А затем восстановить землю, посадить деревья, растения и травы. Сейчас отборы проводятся для разработки проектно-смертной документации по их рекультивации. Главная задача текущего момента – исключить, прежде всего, горение. Она находится, вообще этот земельный участок сегодня, в аренде у регионального оператора, который в соответствующие меры принимает. Да, наша совместная задача сейчас – такое вот горение исключить, которое и вредно, и опасно, и страдают жители. Провести рекультивацию планируют до 2023 года. А жителям ближайших микрорайонов остаётся только ждать. Ирина Сорокина и Юрий Дорошенко. Антенна-7. Киоски всё-таки убрали с улицы Валиханова. Забора рядом с музеем Кондратья Белова восстановили в прежнем виде. А дорогую гранитную плитку теперь тщательно отмывают. Именно там первоначально оказались три павильона. Теперь их переставили вглубь территории. Это выяснил наш любопытный телеоператор Андрей Кузьмин. Киоски стоят рядом с растущими сорняками. Это частная территория. Попытка выставить объекты торговли прямо на улицу вызвала бурю критики блогеров, архитекторов, ну а затем и мэра города. С сегодняшнего дня частично перекрыли 60-летний мост – Ленинградский. А мечам придётся потерпеть два месяца. За это время обновят и асфальтобетонное покрытие, и деформационные швы. Деформационные швы – это очень важные элементы конструкции. Работы по их замене требуют высокой точности, поэтому в ночное время проводить их запрещено. Труд специалистов осложнят контактные сети для троллейбусов. Чтобы оставить движение электротранспорта, провода по мере необходимости будут переносить. Сами новые швы привезут в ночь на субботу. Их доставляют спецтранспортом из Санкт-Петербурга. Они выполнены из современных материалов и обеспечат машинам плавность хода. Многие амичи привыкли ездить по Ленинградскому мосту. Мы всё-таки решили работы производить в три этапа. То есть сначала мы сделаем среднюю часть, потом тут часть и эту часть. И вот сегодня это организационные работы. Это мы сегодня устанавливаем наливные блоки безопасности. Это мы фонари, это все знаки ночью мы уже на опорах или где установили. И сегодня в ночь уже выходят по демонтажным работам первого этапа. Нехороших людей вычисляют в интернете, в социальных сетях. Всё больше постов, в которых описывают непристойное поведение амичей. Кто-то машину на газон поставил, кто-то мусор мимо урны выкинул. Денис Ионас всё это читает и нам рассказывает. В Омской области подорожал прожиточный минимум, сообщают в паблике «Омск.Лайф» и приводят цифры. По итогам первого квартала 2020 года прожиточный минимум в Омской области составил 9866 рублей на душу населения, что больше на 3,1%, или 296 рублей, чем в предыдущем квартале. Это так называемый средний минимум. Для трудоспособного населения теперь он составляет 10 439 рублей, для пенсионеров 7 957 рублей, для детей 10 143 рубля. У служебной собаки и то больше. Комментируют информацию подписчики. Ни одного дня нет в социальных сетях без жалоб на невывезенный мусор. Очередное тому подтверждение в группе «Омск.ВКонтакте». Осавиахимовская, 219. От 24 до 32 Северных одно единственное оборудованное место под сбор мусора. Поставили баки, но никто не соизволит убирать площадку и около нее. Также халатное отношение к самому месту. Баки ставят рядом с площадкой, сообщает подписчик. В комментариях омичи согласились, что происходящее с мусором без предел. Пост помечен хэштегом «жалоба 55». В комментариях откликнулся паблик администрации города. Здравствуйте. Мусор по графику будет вывезен завтра. Площадка приведена в надлежащее состояние. Шифер не является ТКО. Складирование такого мусора в контейнеры для накопления ТКО не допускается. Газон во мне парковка. Негодует автор этого поста в аварийном Омске. На Крупской. Пока наше общество будет допускать подобные нарушения, столько мы и будем жить в... В комментариях начали было заступаться за автовладельца. Парковочными местами обеспечьте всех. И проблем не будет. Но негативные комментарии перевесили. Очередной северный олень свою телегу припарковал. Продолжаем искать невиданных зверей и читать комментарии к постам. Продолжаем наш выпуск новостями спорта. Новым фармклубом «Авангарда» может стать команда «Ростов», выступающая в высшей хоккейной лиге. Об этом сообщают СМИ Южного федерального округа. Официальной информации пока нет. Но географический фактор стал играть более значимую роль в ситуации с эпидемией. Напомню, что в минувшем сезоне фармклубом «Авангарда» была «Ижсталь». Но по словам Александра Крылова, председателя Совета директоров «Авангарда», там сотрудничество не заладилось. Тема сохранилась. Появилась идея создать фармклуб с нуля в подмосковной «Электростале» по соседству с «Балашихой». Но и этот проект запуксовал. Существенной причиной стало распространение инфекций и связанные с этим финансовые трудности. Сейчас в роли третьего уже по счету варианта вырисовывается клуб из Ростова-на-Дону. В минувшем сезоне южане заняли 11 место в западной конференции ВХЛ. По информации из Кулуаров, в случае подписания соглашения в Ростов переедет 8 молодых хоккеистов «Авангарда». Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Такое решение час назад принял РФС. Командам разрешили делать по 5 замен в матче. Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении Исполкома Футбольного Союза. Кроме того, с 21 июня возобновится сезон Кубка России. Ну а сезоны Футбольной Национальной Лиги и Профессиональной Футбольной Лиги Исполком РФС признал завершенными с 17 марта, а их итоги зафиксированы по текущим результатам команд. Это значит, что Иртыш, как лидер восточной группы, получит долгожданное право в следующем сезоне выступать в ФНЛ. С этим можно поздравить омскую команду и ее болельщиков. Один из легендарных футбольных тренеров страны Юрий Семин накануне покинул московский «Локомотив». Воспитанник омского футбола Дмитрий Сычев, сыгравший за эту команду множество ярких матчей, ставший в ее составе лучшим футболистом и чемпионом страны, написал в инстаграме «Прямо сейчас хочется сказать большое спасибо за все. Верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру не могу. И не только я», — конец цитаты. Руководство московского «Локомотива» не стало продлевать контракт. 73-летним тренером в клубе поблагодарили Юрия Семина за многолетнюю работу и заявили, что с его именем связаны самые яркие победы в истории команды. За последние три сезона железнодорожники под руководством «Метро» выиграли два кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали российской премьер-лиги. У меня на этом все. Пожалуйста, не болейте. Таковые новости. До встречи. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Это мама Ира. Она не любит. Когда зависает любимый сериал. Когда папа Виталик постоянно перезагружает роутер. Мама Ира любит. Стабильный интернет и проверенные роутеры. Поэтому дома у нее Домру. Редактор субтитров А.Семкин